здравствуйте дорогие мои друзья с вами светлана веда и сегодня у нас рубрика светлый гороскоп мы поговорим о предстоящей неделе разберем предстоящую неделю астрологически и потом еще погадаем на три варианта три волшебных колокольчика и так мы рассматриваем неделю с 18 по 24 марта 2024 года я хочу напомнить что 25 марта у нас начинается коридор затмения и эта неделя это будет подготовка коридору затмения перед коридором затмения конечно лучше всего отдать долги попросить прощения и конечно же привести свои мысли себя в порядок а также свое пространство то место где вы живете это нужно сделать обязательно эта неделя именно для этого и конечно же хотела бы разбить по некоторым аспектам эту неделю если мы смотрим на понедельник вторник и часть среды то здесь конечно же энергия такая будет энергия друзей когда нужно будет жить для кого-то для другого человека не для себя конец среды четверг начало пятницы здесь могут выйти на первый план партнерские отношения это равноправие когда вы будете договариваться с другим партнером и часть пятницы суббота и воскресенье здесь конечно же возможно что вы поменяете отношения какому-либо человеку и так дорогие мои друзья мы начинаем по каждому дню проходиться кто привык возьмите ручку карандаш и записывайте 18 числа понедельник у нас лучше всего рекомендуется отдых у нас луна находится в раке а это значит захочется побыть в семье с домашними захочется уюта тепла привести дом в порядок собраться с семьей посвятить ее своим родным и близким луна делает секстиль курану это могут происходить какие-то неожиданности в семье или с людьми которые находятся рядом с вами также луна делает секстиль к юпитеру а это подарки подарки неожиданные подарки которые могут прийти в ваш дом и вашу семью и тут же еще ангел-хранитель белая луна которая неожиданно будет защищать вас от каких-то неприятностей конечно этот день отдыха и комфорта но могут возникнуть и конфликтные ситуации из-за урана уран он может делать это вспышки гнева какой-то агрессии и какое-то недовольство в этот день очень хорошо поехать в какое-то путешествие пусть это путешествие будет недалеко пусть по городу или за город но путешествие принесет во много радости здесь самое главное не обижаться на своего партнера не жалеть себя иначе вы уйдете в минус очень хорошо быть пассивным в этот день не агрессировать а спокойно принимать то что идет в этом в этот день и даже если кто-то вас пытается обидеть или вывести на эмоции соблюдайте такое спокойствие абсолютное спокойствие сатурн у нас сейчас и венера находятся в рыбах и делают тригон к луне и это здорово и это замечательно когда на наши мечты они подкрепляются какой-то реальностью и то о чем вы мечтали и загадывали она может воплотиться в жизнь если вы работали над своими проектами и желаниями также продолжается длительный аспект и пробудет он всю неделю это такой долгоиграющий аспект нептун делает секстиль плутону а как я и ранее говорила это может быть идеальный мир или вплоть до уничтожения мира еще раз говорю это аспект не одного дня это длительный аспект и всю неделю он также продлится 19 марта это вторник луна у нас также в раке а это значит дела семейные близкие родные люди которые будут радовать вас или может быть не совсем то что вы ждете а приносить вашу жизнь но вы должны соблюдать спокойствие луна делает трин к нептуну это волшебство которое может случиться в вашей жизни в вашем доме и вашей семье и также луна делает трин к солнышку и нептун и солнце находятся сейчас у нас в рыбах это когда наши возможности совпадают желаниями но так как нептун соединен солнцем эти желания могут быть действительно не то что нереальные а какие-то недействительные недостаточные для того чтобы они исполнились то есть когда вы знаете теряется вот эта граница разумного нептун это не разум не про разум это про мутную непонятную ситуацию когда мы чего-то хотим и желаем и надеемся на то что сатурн нас поддержит здесь может быть действительно на какие-то сбои поэтому если вы мечтаете мечтайте о каких-то реальных вещах и конечно же во вторник здесь можно начать что-то новое например как строительство дома или какой-то проект или например планирование чего-либо то есть вот что-то начало начало чего-то и конечно в этот день лучше всего вспомнить опыт прошлого поможет вам в развитии в начале нового 20 марта это у нас среда на здесь очень хорошо будут новые решения о каких-то на раздельных вещах например что-то разделить со своим партнером раздельное питание вот что-то как будто бы что-то с чем-то разделить отделить день и ночь и вовремя ложиться спать в разграничить режим питания и разграничить может быть какие-то отношения до окружить себя заботой заботой своего партнера и не нарушать личные границы каждого здесь у нас с вами луна во льве и поэтому захочется царствовать захочется быть царица или царем да чтобы все у ваших ног каждый причем из нас захочет быть такой всемогущим человеком но луна делает оппозицию к плутону а плутон сейчас у нас водолея и вот смотрите на лев вернее луна у нас во льве а плутон водолей вода плутон это он находится в знаке водолейском водолейская стихия это друзья когда мы должны жить для других а лев он живет только для себя и вот здесь может быть душа наша не согласна жить для кого-то да я хочу царствовать я хочу чтобы меня нахваливали я хочу жить для себя а плутон это авторитет который скажет нет нужно жить для других нужно жить не только для себя и давай-ка делай какие-то вещи добровольно для других здесь вот такое вот разделение идет и здесь конечно очень хорошо провести ритуалы когда мы старое выкидываем обновляемся до почистить пространство много будет в этот день информации в различной информации солнышко у нас как я и говорю соединено с нептуном когда на очень сложно определиться чего мы хотим и что реально может сбыться делают секстиль к плутону это хороший аспект когда авторитет может помочь в решении каких-то вопросов поэтому когда вы обращаетесь обращайтесь смело говорите и вам обязательно помогут и так как я и сказала будет очень много различной информации любого различного характера и в этот день у кого-то могут быть страхи у кого-то обострятся различные фобии и здесь не нужно в этот день менять какую-то обстановку лучше жить по привычной схеме и здесь нужно оставаться там где вам комфортно и легко не изменяя себе не меняйте себя и не меняйте ничего вокруг себя это у нас среда дальше 21 марта четверг день такого наполнения и в то же время разрушения вот кто чем наполнен тут будет тем может быть и разрушаться да а если вы наполнены колючками обидами злобой то вот эта злоба она может вас разрушить если вы наполнены цветочками приятными словами то это конечно просто вылезет наружу это замечательно очень хорошо в этот день это прям в плюсовой стороне когда вы будете в одиночестве а не нужно стремиться в этот день быть с кем-то или встретиться с кем-то или общаться с кем-то это 15 у нас лунный день и это еще и день равновид равноденствия 21 марта и кстати на я запишу отдельное видео у нас с 20 на 21 приходит год лебедя по зороастрийскому календарю и у нас смотрите лебедь это у него цикличность 32 года прошлые года это были 1960 1992 год 2024 год лебедя ну и плюс минус 32 года то есть можете отнимать или прибавлять это год лебедя цвет конечно же будет белый цвет это такое духовное объединение людей анти тотем лебедю это рыжая крыса которая отличается жадностью хитростью обманом лицемерием год лебедя он символично несет нам конечно любовь добро благотворительности взаимопонимание с другим человеком и конечно это защитник любви и любви всеобщей не только людей в отношениях мужчины и женщины а также это любовь к матери к отцу к детям к родине к единству друзьям это на бесспорно любовь без провокации без ревности без какой-то темной стороны но кто пойдет в минусовую сторону по рыжей крысе да это и для отства это и в общем-то измены различные это и жадность и лживость недостаточность ума недостаточно активности вашей жизни это кто идет по минусу но я думаю что все кто меня сейчас смотрят мы идем с вами в плюсовой стороне поэтому это любовь благодарность высших сил за то что у нас есть но об этом я запишу отдельное видео и об этом мы с вами поговорим еще смотрите следите за каналом а кто еще не подписался подписывайтесь и жмите на колокольчик и так дорогие мои друзья 21 это четверг и здесь лучше всего отказаться от подарков потому что и отказаться от новых знакомств лучше всего не встречаться не брать ни у кого ничего потому что здесь может быть такая знаете ложь со смыслом подклады когда вам что-то дарят да как бесплатный сыр бывает только мышелопки когда вам что-то дается предлагается вы берете верите в то что это от чистого сердца на самом деле это уже такая ловушка у нас луна находится в альве когда хочется быть на виду я царь или царица да хвалите меня любите меня луна делает тринка меркурию это прекрасный аспект здесь соединение у нас меркурий рядом стоит меркурий кармический узел будущего и хирон еще идет у нас а а это значит что какая-то информация несет себе позитивные аспекты которая пригодится вам на будущее следите за информацией слушайте информацию потому что вот здесь вы можете подчеркнуть для себя что-то и оно пригодится для ваших каких-то перспективных проектов венера стоит рядом у нас сатурн нам в знаке зодиака рыбки и делает секстиль к юпитеру юпитер стоит у нас тельце тоже прекрасные события это хорошие могут быть покупки но дело в том что уже 25 числа у нас коридор затмений если вы покупаете что-то это что-то должно быть маленькое недорогое потому что уже какие-либо покупки какие-то решительные действия здесь уже делать не нужно на этой неделе а нептун у нас солнышко и делает секстиль к плутону можно договориться с руководством можно пойти на компромисс с начальством и обратиться к авторитету который может вам помочь 22 марта пятница ну и здесь у нас луна находится в деве луна в деве всегда хочется все разложить по полочкам все расчистить и как я говорю мы готовимся к 25 числу к затмению надо раздать долги все действительно почистить пространство но луна делает оппозиция оппозицию к марсу а марс находится в водолее сейчас он заканчивает он на тридцатом градусе водолея сейчас будет переходить другую уже стихию а луна только начала двигаться по 9 2 2 градус и девы и здесь вот такая у нас оппозиция идет луна и марс это как раненое сердце это как кинжал в сердце вы можете получить в этот день и здесь может быть апатия плохая новость плохая речь плохая информация которая может вас просто ранить хороший день возможно для того чтобы присматривать себе билеты на самолет куда-то поехать до полететь но покупать в это время я бы уже не советовала потому что остается несколько дней до затмения но присматривать приоценяться можно включить здесь нужно помнить что нужно включаться в события в которые в которых вы слабы вот где-то вы просевшая у вас ситуация вы туда включаетесь чтобы догнать тех за кем вы бежали видели спину вам нужно сравняться с этими людьми вот включитесь в эту ситуацию здесь могут быть какие-то интриги это могут быть закулисные игры очень хорошо этот день посвятить спорту физической нагрузки и зарядки это первый день у нас после весеннего равноденствия обновляется вообще вся ваша судьба еще раз говорю я запишу отдельное видео по поводу этого прекрасного событий там мы с вами все на разберем а в принципе открываются информационные поля в этот день первый день и каких-то глобальных изменений в своей жизни или начинаний делать не нужно 23 марта на это у нас суббота будет а здесь нужно пересмотреть взаимодействия с вашими детьми а может быть вы потеряли связь с вашими детьми или идет какое-то недопонимание с детьми вот нужно сесть и подумать почему такая вот проблема образовалась не всегда виноваты дети или еще кто-то да надо сесть и подумать как найти общий язык с детьми здесь очень хорошо навести порядок в доме как я уже говорила потому что у нас луна находится в знаке зодиака дева дева всегда любит чистоту порядок и когда все разложено по полочкам луна делает трин к юпитеру это чудесная прекрасная позиция когда душа радуется от того что вокруг чистота порядок и какие-то даже подарки судьбы приходят в вашу жизнь юпитер делает секстиль к сатурну это тоже очень хороший аспект юпитер делает секстиль к венере просто сатурн и венера сейчас находятся очень рядышком это значит могут быть действительно хорошие покупки несмотря на то что сейчас идет у нас кармическая неделя с 25 числа но знаете покупки действительно бывают палка о двух концах вот если вы давно например хотели приобрести квартиру вы уже ее выбрали да вот тут хорошая покупка и кармически это будет на длительный срок приносить вам счастье и удачу но если это спонтанное решение вот хочу здесь и сейчас купить вот эту квартиру вы даже не узнавали кто там живет жил до вас и какие соседи что за дом вообще какая энергетика то этого лучше не стоит делать но в принципе по большому счету вот по этому аспекту а в субботу хорошие какие-то могут быть покупки но не для всех нужно смотреть индивидуально двадцать четвертого марта в воскресенье у нас отдых отдых предполагается и можно сделать какой-то мелкий ремонт одежду заштопать опух там посмотреть почистить постирать может быть где-то ремонт мебели домашней вот что-то все очень мелкое такое очень хорошо привести это все в порядок у нас с вами здесь пристиг порядок жилища и принципе все что рядом находится мы готовимся к 25 марта когда у нас коридор затмения здесь может быть уже начинается к перед коридором затмения когда люди вас зеркалят вот вы например смотрите на человека а а вам не нравится в нем что-то запах или как он одевается или допустим какие украшения носит не нравится раздражает вот поверьте вот то что вам не нравится в противоположном человеке не путайте противоположный пол а вот что раздражает другом человеке это это то что у вас есть и то с чем нужно бороться например вы считаете что ваша подруга одевается как-то слишком ярко и какие-то у нее непонятные на ней там бижутерия какие-то некрасивые кольца браслеты и все остальное значит это ваша проблема это не проблема вашей подруги а подруга а проблема ваша с которой нужно работать и прорабатывать здесь у нас еще в воскресенье появляется такая конфигурация и либо конверт его можно назвать или повозка да такая прямоугольная форма когда у нас две позиции два секстиля и два тригона то есть две проблемы которые могут образоваться и четыре выхода из ситуации у нас с вами на сатурн находится напротив черной луны то есть это когда все я неясно и непонятная запутанная история да еще и сатурн который будет давлеть давить до юпитер с ураном они делают оппозицию к прозерпине прозерпина это тоже а тайны покрытые мраком да и здесь а может быть наружу выйти какая-то тайна которая будет вас угнетать давить если вы не готовы внутренне но я всегда говорю если даже что-то наружу вышла тайна что вам не нравится просто просто скажу примите это как должное и примите это как опыт да и и подстраивайтесь уже под эту ситуацию не нужно горевать вот как говорят если вы плачете или обсуждаете уже плохое время прожитое время потерянное время вы только продляете его своими переживаниями поэтому но примите эту ситуацию идите дальше и здесь а знаете еще что будет опять-таки продолжается аспекты продолжаются аспекты начала нового года лебедь да лебединая такая история когда вам придется открыть свое сердце и душу этому миру и с чистыми помыслами с чистыми действиями поступками своими вступить вот в этот вот год белого лебеди и конечно же окружайте себя людьми только светлыми с чистыми с добрыми намерениями и поступками и держитесь подальше от анти тотема лебедя от рыжих крыс еще раз напоминаю что цвет этого года белый серебряный вот как белый лебедь поэтому вы можете облачаться в белые одежды в светлые тона и это принесет вам счастье конечно лебедь это еще и жемчуг белый различные камни серебро очень хорошо то есть вот все что связано с белым цветом это будет приносить вам счастье и удачу ну что ж дорогие мои друзья астрологическая часть у нас прошла теперь мы с вами погадаем на моей авторской колоде второй темных откровений кстати кто еще не приобрел можете это сделать а мы с вами начинаем у нас с вами три колокольчика три варианта ответов загадайте первый второй или третий вариант как пройдет ваша неделя вариант номер один вариант номер два и вариант номер три и так мы начинаем напишите в чате в комментариях какой вариант выбрали вы и так вариант номер один вариант номер один по три карты достаем двойка пентаклей сразу достану все карты девятка чаш и колесо фортуны ну что же первый вариант я вас поздравляю карты довольно таки позитивные двойка пентаклей это когда вы будете духовно расти это знаете найти золотую середину между физическим и духовным ростом то что я вам и сказала то что лебедя год лебедя и мы с вами должны быть духовно развитые смотрите кинотеатры сходите в театры развивайтесь духовно читайте умные книги общайтесь с умными людьми вот эта духовность потом девятка чаш вас ждет какой-то большой праздник это может быть свадьба корпоратив это может быть народное гуляние кстати да ну хотя масленица уже прошла но может быть еще какие-то события такие яркие позитивные могут сопутствовать вам это прям праздник такой шикарный и колесо фортуны все ваши желания будут исполняться и сейчас фортуна на вашей стороне загадывайте желание живите радостно и счастливо по плюсовой стороне по духовному росту и все карты просто превосходные пальчик вверху слова благодарю пишите мечты сбываются ваша мечта сбудется обязательно а мы смотрим вариант номер два все кто загадал давайте посмотрим вариант номер два итак три карты прекрасная карта умеренности старший аркан вторая карта девятка жезлов и третья карта карта шестерка мечи путешествия и передвижения давайте смотреть на все эти карты итак первая карта это карта умеренность старший аркан это ангел-хранитель который будет стоять за вашей спиной помогать вам делать какие-то подсказки указывать вас по вам на путь и конечно направлять восьмерка это приток денежных средств это обогащение духовное физическое так что эта карта еще знаете такого изобилия в любом смысле этого слова в разных сферах шестерка мечей поезжайте попутешествуйте пойдите по городу погуляйте за город сходите на пикники очень хорошо выезжать встречаются с друзьями ну а девятка жезлов найдите время для того чтобы разобраться в себе и закончить свои неоконченные дела если у вас есть какие-то проблемы не распространяйтесь никому а завершите их самостоятельно ну вот такие вот прекрасные карты я считаю просто великолепный расклад номер 2 дорогие мои друзья пальчик вверху слово благодарю пишите мечты сбываются и ваша мечта сбудется обязательно а мы смотрим вариант номер 3 третий вариант итак первая карта такая ведьмачка да у нас карта номер 2 король женщина мужчина и третий вариант солнце ой ну третий вариант ребятушки это просто сказка тут вот кто хочет знакомства это будет кармическое знакомство мужчина женщина и семья создание семьи это может предложение руки и сердца и все почему кармическое это потому что перед 25 марта 25 у нас уже начинается коридор затмения и все знакомства они будут кармические это надолго это серьезные отношения могу вам сказать что очень много в вашей жизни зависит только от вас потому что внутри вас самая настоящая ведьмочка или ведьма да смотря кто сейчас меня смотрит эта карта говорит о том что все о чем вы пожелаете все будет исполняться это знакомство с противоположным полом с нужным человеком в вашей жизни это может быть как и например ваша например личная жизнь устраивается по карте солнца да предложение руки и сердца или вы вместе съезжаете живете это зачатие беременность это возможность провести хорошо досуг со своими детьми любимыми людьми а также это знакомство с нужными людьми может быть ну парикмахер например кто-то из салона красоты маникюр педикюр мастер по компьютеру юрист экономист еще какой-то строитель любой любой человек который вам нужен на данный момент это будет такое удачное знакомство третий вариант просто шикарно карта исполнения желания и круг как круг сансары круг колесо фортуны прекрасно замечательно третий вариант пальчик вверху слова благодарю конечно пишите мечты сбываются ваша мечта сбудется обязательно я вас безумно всех люблю всех обнимаю всем мира добра и счастья а главное верьте в мечты верьте потому что они обязательно исполнятся всем пока пока